и снова здравствуйте значит сегодня у нас следующее есть леший со стандартным стволом со стандартными настройками шестерка вот мы сделали стволик на 350 все очень сильно спрашивают а чё там будет а как она изменится а сам не знаю поэтому прям при вас сейчас все и показываю значит делаем пару выстрелов смотрим какие настройки меняем ствол делаем опять вот мне прибуду сделали потому что я здесь мучился пальцы отстреливал а сейчас вот так все красиво 224 видно еще контрольный ага предохранитель я не жил я не жил вот чайник 227 поехали смена ствола стало рутинным занятием последние дни для меня длинная резьба мы ее в серию укоротим задолбался скручивать так тут главное понять где начало и где конец есть вот видите вот он торчит одеваем проставочку на проставочку ставим модератор ставим модератор вкручиваем удлинитель я сам не знаю что будет еще обычно опытные производители сначала проводят эксперименты потом снимают кино а у меня все не как у людей я аж делюсь с вами самым сокровенным ничего не скрываю есть вот теперь это супер леший видите какой винторез отдыхает интересно насколько скорость поднимется а вдруг она упадет интриги скандалы расследования видите даже хронограф не успел выключиться насколько быстро все происходит а ничего не изменилось а почему а потому что а ствол не закрутил прыгал вот ведь чайник вот видите это лишний раз доказывает что здесь нету никакой подтасовки фактов все происходит в реальности нет мы пойдем другим путем плохо быть тупым да теперь об этом не забуду ну с другой стороны вот видите я ствол вообще не затянул а он улетел и не сильно далеко не как стрела опять супер леший какова же будет скорость интрига я аж сам офигел когда увидел значение на хронографе предохранитель Семен Семенович и с новым боем курантов 238 то есть у нас на 10 метров увеличилось то есть 100 миллиметров ствола дает прирост на 10 метров а мы сейчас попробуем еще и догнать побольше 242 ну где то да так а мы сейчас ее попробуем закрутить вот делаем раз два два клика 249 давайте еще один клик сделаем еще клик 248 ну да в районе 250 наверное это предел для такого стволика то есть в принципе удлинение ствола дает нам плюс 23-25 метров в секунду что по энергетике нам дает сейчас у нас есть здесь специально обученный калькулятор так 51 джоуль в принципе неплохо так что данная опция будет в возможно к покупке то есть докупаете ствол, докупаете удлинитель и вуаля у вас получается вполне приличный такой девайсик сложи и покажи габариты так а вот он удлинился на 100 миллиметров и сюда то есть всего то есть в принципе то же самое ну чуть потяжелее стал за счет того что стволик тяжелее и здесь в принципе тяжести небольшая точно так же удобно спасибо у нас весна дождь барабанит по крышам настроение весеннее замечательное значит поставили ствол шестерка 350 я пострелял и посмотрите у меня вот точка первый выстрел я сюда целился и вот сюда она пошла поэтому даже пристреливать дальше не стал соответственно я буду сейчас целиться сюда а будет она где-то здесь и второе буду целиться сюда а будет она где-то здесь так же я закрашиваю у меня есть а может все десять в одну выстрелить я посмотрю и опять линейку не взял ладно потом там посмотрим так камеру мы настроили и 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 будет и опять и и и Продолжение следует... Я сегодня несколько возбужден в связи с тем, что закрыл сезон по кайтингу. Порвал две стропы, хорошо ноги не поломал. Поэтому не знаю, как сейчас стрельба пойдет. Я попробую сосредоточиться, но не уверен. Но посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я вижу пробоины уже, когда они в кучку накапливаются. Но попробую в правую мишень. Вроде как они достаточно близко к квадрату ложатся. Вот этот, по-моему, оторвал. Мне что-то показалось. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока